Несколько минут назад центральные СМИ сообщили печальные новости о семье народного артиста России Александра Анатольевича Ширвинта. Через несколько дней внук легендарного артиста отправляется этапом в Удмуртию, в Ижевск, чтобы понести заслуженное наказание за покушение на своего деда. Настоящий советский человек, волевой и честный Александр Анатольевич не изменил своего решения, посадил внука и остался принципиальным до самого конца. В ответ на многочисленные уговоры и просьбы своих родственников спасти внука Александр Ширвинт жестко и по-мужски заявил. «Это не родственники, а настоящие твари. Всю жизнь ехали на моем горбу и купались в лучах благополучия за счет своего деда. Внук виноват и будет сидеть. Разговор закончен». У внука Александра Ширвинта будет целых 12 лет, чтобы попытаться осмыслить свою жизнь и попробовать изменить ее в лучшую сторону. Все эти годы внук народного артиста будет заниматься весьма полезным и важным занятием. Шить зимние варежки, носки, наволочки, делать домики для белочек и работать на лесопилке. На последнем свидании легендарного артиста со своим внуком Александр Анатольевич попытался объяснить ему свою позицию. «Андрей, я тебя прощаю. Я помню тебя маленьким и по-человечески люблю. Но пойми, то, что происходит сейчас, это лучше только для тебя. Если я вытащу тебя из тюрьмы, ты ничего не поймешь и возьмешься за старое». «Тебя могут спасти только испытания и тяжелый физический труд. Потом спасибо скажешь». За последние три месяца на Александра Ширвинта попытались надавить родные и известные артисты. Шантажировали домом престарелых и играли на родственных чувствах. Однако Александр Ширвинт был непреклонен. Он лишил наследства всех своих родных, а про намек о доме престарелых просто рассмеялся. «У меня светлая память и трезвая голова. Не торопитесь делать из меня беспомощного человека». Напомним, что осенью этого года внук Александра Ширвинта, Андрей, спасаясь от мобилизации, пытался покинуть Россию. Однако наличных денег у него не было. Тогда молодой человек не нашел ничего лучшего, как ворваться в квартиру своему легендарному деду и просить у него денег. Александр Анатольевич отказал своему внуку, а в ответ тот нанес телесные повреждения.